2017-й объявлен в России годом экологии. Забывать об этом школьникам не стоит даже в летние каникулы. Для малышей и подростков, активных посетителей домов детского творчества, педагоги подготовили несколько творческих и тематических заданий, чтобы дни отдыха проходили с пользой. Вы сами знаете, что лучший метод воспитания – это игра. И в игре дети раскрепощаются, сплачиваются, дружат между собой. И стараются сделать нашу природу лучше. У нас сегодня экологическая эстафета. Ребят разделили на две команды и предложили им собрать импровизированный мусор. Попутно рассказывая об экологических проблемах Земли, каждый получил и домашнее задание – придумать свой способ помочь планете. Я очень часто гуляю в лесу. И иногда мы с родителями, когда идем в лес, мы берем с собой мусорный пакет и забираем какой-то мелкий мусор, который там, бутылки, например, и потом сдаем. Всевозможные акции и квесты проходят три каникулярных месяца по всему городу в рамках проекта «Активное лето». Участвуют воспитанники всех учреждений дополнительного образования. Чем активнее и продуктивнее деятельность школьника, тем лучше приз, который он получает по итогу. Наши руководители придумали такое, что можно ходить по всяким развлекательным мероприятиям, получать наклейки, а потом уже в начале учебного года они получают призы. И призы довольно хорошие мне рассказали. Проект «Активное лето» для малышей и подростков продлится до 31 августа. Программа очень плотная. Организаторы рассчитывают привлечь к отдыху с пользой больше 11 тысяч детей.